Добрый день, давайте посмотрим, что у нас в новой прошивке. Смотрим, как работает радио, что здесь нового. Самое интересное, что вверху появились кнопки управления, которых раньше не было. Был один такой домик, кнопка назад и кнопка даже вот такой менюшки, которая бывает в разных местах, разная. Шумоподавление для радио здесь осталось, никуда не делось. Здесь все на русском языке, как вы видите. Это мы открыли настройки звука, сейчас мы к ним еще вернемся. Радио, можно станции переключать, с руля они точно так же переключаются. Избранные можно переключать коротким нажатием, длинным переключать станции. Причем если удержать длинные, теперь они переключаются все подряд, смотрите. При этом, ну в смысле, если долго подержать, 3 секунды, раньше только по одной станции переключали. Можно добавить сюда вызбранное. Вот она внизу появилась. Ну, кстати, это достаточно удобно получается. Теперь можно какую-нибудь другую станцию сейчас я выберу еще. Да какой-нибудь, давай. И вот между ними можно переключаться. И короткими на руле точно то же самое. Вот они переключаются. Полоска стала фиолетового цвета. Управление КОЛС здесь внизу. Ну так, более сдержанно все. Ну, достаточно интересно. Дальше. Ну это у нас, наверное, АМФМ. Лампа здесь показывает. Да, класс. Дальше. Нажимаем медиа. У меня уже подключен телефон мой. Под лутуз. Наверное. Ну, у меня здесь идет, конечно... Ну, что-то он проигрывает. Не вижу, чтобы он грузил какие-то иконки. У меня запущена там Яндекс.Музыка. Картинка он туда не подгружает. В принципе, до этого точно так же и не подгружал. Паузу пока нажму. КОЛС здесь тоже есть. Менюшка здесь тоже все та же самая, как раньше была. Но зато более стала так сдержанно, потому что меню убрали в другую сторону. Так, по поводу моего меню. Оно стало просто теперь такое фиолетового цвета. По-моему, здесь особо ничего не поменялось. На руле можно выбрать переключение между разными режимами. Ну, вот так вот я себе сделаю. Пусть будет регулятор. Панель регулятор, волюм. Так. Здесь, видимо, можно... Что сделать? Поменять местами эти кнопки. Не помню, что такого была раньше функция. Теперь она здесь явно появилась. Теперь можно справа регулировать. Например, пассажир, жена, супруга или подруга, друг. В общем, справа регулируют и управляют всей музыкой. А вы слева крутите масштаб. Ну, кому-то может быть это будет интересно действительно. Так, пойдемте теперь по штатной карте. Сначала прогуляемся. Штатная карта теперь у нас есть в нескольких цветах. Меняется это вот здесь в настройках. Можно прийти сразу. Карта, цвет карты. Вот они тут разные. Разных цветов. Но самое интересное черное, потому что все цветовое оформление черное. Учитывая, что у нас сейчас на дворе достаточно светло на улице. При этом все равно черный цвет. Ну, в тренде все делается. Давайте посмотрим, какие есть функции тут добавились. Всегда показывает скорость автомобиля на экране. Это что-то новое, мне кажется. По-моему, раньше такого не было. Так, дорожная карта для дорожного движения. Цвет пробок на линии маршрута можно выбрать. Ну, это, по-моему, тоже все раньше было. Хотя вот этого пункта, по-моему, здесь не было по скорости. Могу ошибаться. Мало использую штатные карты. Подсказки разного рода. Разные функции. Голосовые указания навигации. Их можно отключить. В общем, интересно здесь. Оповещение радарей можно включить. Я тут видел сообщение о том, что, возможно, они не работают для России. Потому что прошивка не российская. Но посмотрим. Учитывая, что они очень-то и не нужны, на самом деле. Потому что я даже их отключу. Потому что у меня есть стрелка. Есть мэпкам дроид. И все это, честно говоря, лишнее здесь именно. Так. В общем, интересно. Посмотреть просто тут интерфейс. Потому что он стал таким неоновым прям. Ну-ка, вернемся назад. Откроем. Во. Масштабируется двумя пальцами. Вот этот странный плюсик. Он никуда не делся. В смысле, прицельчик. Ну, как бы, к кому можно привыкнуть, конечно. Но давайте нажмем что-нибудь. Точка, куда мы едем. Здесь тоже ничего не поменялось. Он предлагает два маршрута. Альтернативный и рекомендуемый. То есть где-то быстрее по времени, где-то быстрее по расстоянию. Так. Наверное, здесь... Да, здесь что-то поменялось. Потому что здесь вид стал совершенно другой. Можно вот здесь прям менять вид. То есть менюшку изменили совершенно. Вот здесь, видимо, скорость появилась. Звук навигации здесь же. Можно поменять сразу. И... Ну-ка, сейчас мы менюшку обратно вернем. Так, как бы это все сюда было помножать. То есть действительно поменялось в меню. Здесь... Пересчет. Опции. Опции маршрута. Ну-ка, посмотрим, что он предлагает. Видимо, предложит... Да, выбрать один из двух вариантов. Ну... К предыдущему варианту. Давай. Хорошо. Меню. Смотрим, что еще. Ой, понятно. Сохранить, видимо, маршрут можно сохранить даже. Интересно. Мало этим пользовался. И выключить экран. Это здесь было. Ну, как-то стало более такое лаконичное меню. Наверное, здесь в навигацию сюда вынесли все эти... Управление маршрутами. Опции те же самые. Настройки, которые мы уже посмотрели. Ну, так, да. Интересненько. Стало более иначе. Особенно, смотрите, если вернуться домой. Здесь прям схема даже другая. Так. Все меню здесь. У нас просто менюшка с разными режимами. Тихий режим есть. Так. И что еще? Ну, давайте смотреть дальше тогда уже... Всякие настройки. Настройки автомобиля. Оповещение режиме. Это, наверное, будет про Drive Mode писаться. Вот такое вот, да. Ну, ладно. Ну, на самом деле я этим не хочу пользоваться, поэтому выключу. Это, по-моему, было и раньше. Так. Про навигацию мы уже копали здесь, смотрели. Звук, смотрим. По звуку. QLS у нас остался. Громко зависит от скорости. Огромкости при запуске. Это все было. Фейдер. Мне кажется, раньше был красивее какой-то. Он стал немножко странноватым. Ну, да ладно. Все его просто сдвинуть, что скажет. Ну, то есть по углам теперь можно разнести разве что. Частоты. Подсказки по маршруту. Уровень громкости по системе. Ну, да. Полосочки стали. Голосовые подсказки при навигации. Да. Уровень шума FM-радио. Здесь тоже настраивается. Предупреждение. Приоритет парковочный ассистент. Это тоже все было. И разные режимы для Android Auto. Это, кстати, добавили для Android Auto ползунки. Потому что они где-то были то ли раньше в другом месте. По-моему. Потому что в CarPlay вот это вот было. А в Android Auto не было. Буквально недавно смотрел еще. Так. И пойдемте еще посмотрим, например, подключение устройств. Как выглядит подключение устройства. Это мой телефон. Режим Private был. Системная информация. Настройки трансляции экрана. Ладно, понятно. Немножко переделали меню. Куда-то вынесли вот эти вот вещи. Дисплей. Ну, здесь то же самое было. Аналогово цифровые. Можно посмотреть, наверное, как это будет выглядеть. Цифровой аналогово. Например, при выключении экрана, Steam отображается аналогово часы и дата. Ну, допустим, сейчас сделаем. И мы настроим как раз вот эту кнопку на выключение экрана. Нажмем домой. Нажмем кнопку. Вот так вот выглядит аналогово часы. Давайте поменяем, посмотрим, как выглядят другие. Заставка. Цифровой. Вот так выглядят цифровые часы. Ну, по-моему, это все не ошибка поменялось. Честно говоря, нам нужен сетап. Пожалуй, я вообще это все выключу у себя. Дальше общие настройки. Теперь они прописали платформу, что она навигация Gen5 класс стандарт. Когда обновлено. И версия прошивки 2110-29. Смотрим системную информацию. Руководство какое-то здесь добавили. К QR-коду даже. Память для голосовых заметок. Ну, время. Это все понятно. Впрочем, зайду сюда, поставлю 24 часа. И что еще у нас русские? Клавиатура у нас здесь тоже настраивается. Настройки медиа. Ну, всякие разные. Это тоже все было. Здесь ничего нового. Данная сеть. Настраиваются Wi-Fi точки. Да, здесь тоже ничего нового. Да и, впрочем, наверное, все. Что здесь еще может быть? Ничего здесь нового больше не добавилось. Из такого. Чуть позже посмотрю список изменений. Было там какое-то маленькое изменение, кроме как по графике. Отдельно я его где-нибудь запишу в комментариях. Ну, а на этом все. На этом все. Можно развлекаться. Интересно, как это будет смотреться ночью, дневный интерфейс. Но днем смотрится интересно. Всего хорошего. Обновляйтесь на новой прошивке. Главное, делайте это очень аккуратно. Николай, делайте это очень аккуратно. Доступ технику. Приятного аппаратура.